Водить машину силой воли скоро станет возможным, так утверждают сотрудники Нанькайского университета. Китайские ученые намерены заставить электронную систему автомобиля реагировать на мозговые волны. Это первый в Китае эксперимент такого рода. Управлять автомобилем силой мысли. Еще недавно такое назвали бы фантастикой. Специалисты Нанькайского университета же считают, что проект им под силу. Более того, он уже в стадии активной разработки под руководством профессора Дуань Фэна. Цель наших исследований – найти способ контролировать машину с помощью мозговых сигналов человека. Таким образом, мы заставим машину лучше служить человеку. Хотя нам предстоит проделать еще большую работу, я уверен, что эта технология окажет огромное влияние на нашу жизнь в будущем. Например, она сможет разбудить спящего водителя или установить автоматические ограничения для пьяных за рулем. Пожилые водители и водители с ограниченными физическими возможностями также получат много пользы. Согласно планам разработчиков, беспроводное устройство на голове автовладельца с 16 независимыми сенсорами позволит ему мысленно общаться с машиной. Для того, чтобы железный конь поехал вперед, нужно представить соответствующий образ. Думаем о заднем ходе, и вот мысль притворяется в действии. По словам профессора, управляемые мыслью автомобили только один из примеров, как может функционировать технология мозговых волн. Впоследствии, уверен ученый, она станет важной частью автоматического вождения. Инициативу коллег оценили и на факультете компьютерных наук и технологий университета Цинхуа. Член Ассоциации исследователей искусственного интеллекта профессор Сунь Фучунь говорит о прорыве во многих областях науки. Изучение этой технологии внесет значительный вклад в науку о мозговой деятельности. Ее можно будет применять в медицине, развлечениях, в оборонном комплексе. Однако опыт исследований показывает, что для сбора мозговых волн нужен более мощный усилитель. Так называемые мозговые волны представляют собой излучаемые мозгом электромагнитные волны малоинтенсивности с частотой от 1 до 40 Гц. Они успешно фиксируются приборами, например, электроэнцефалографом. На Западе этот феномен изучают уже несколько десятилетий. Такого рода исследования – предмет тяжелых непрестанных усилий и немалых вложений. Но ценность новой технологии понимают и в научных, и в коммерческих кругах. Анна Санюкевич, CCTV.